Было выражение одного из комментаторов, одного из болельщиков, что сейчас у женщин есть только одна лыжница мирового уровня, это Наталья Непряева. Ну вот, если Наталья Непряева действительно мирового уровня, действительно только одна в нашей стране, ну вот она сейчас перед ней буглит на шестом этапе, на заключительном этапе командного спринта возможность доказать слова своих болельщиков. Здесь, конечно, Ирина Северина, ну где, кстати, отдадим должное, спортсменки держатся она все-таки за лидерами, старается, по крайней мере. Понятное дело, что есть уже отрыв, но вот будет ли он больше, чем 5 секунд, меньше, посмотрим. 5 секунд Непряева съела, не подавилась и потребовала добавки. Добавку вот сейчас получает. И здесь мы видим 14-й номер, лидирует у нас команда Москвы, Аида Боязитова, перед этой стихотой Натальей Матвеевой. Следом за ней 12-й номер, Ханты-Массийский округ, Полина Кальцина, сейчас будет Евгений Шапалал, праздник станции, и Ольга Царева, Юлия Белорукова. Вот она, тройка лидеров, ну здесь и Чумень неподалеку, очень близко все спортсменки. Вот надо дотянуться Ольге Царевой до Юлии Белоруковой, и вот Юлия Белорукова включается. На третьем месте Ресуре Кокоми, на четвертом идет у нас, господи, уже вылетела из головы Тюменская область. И отправилась вот сейчас Наталья Непряева отыгрывать это отставание. Вот Юлия Белорукова довольно быстро съела Шаповалову. Вот очень так быстро Юлия Белорукова разобралась Евгений. Ну и вот, следом за ними еще три спортсменки. Еще кто-то, вот здесь уже не вижу, и вот там Наталья Непряева уже показалась на дистанции. В общем, все будет интересно. Нам сейчас показывают финишировавших уже спортсменок, и завершили они свой этап. Выложились по максимуму, только Царева. По-моему, участвуешь во всех гонках, которых только можно. Тоже тяжелой. И вот здесь на подъемчике Юлия Белорукова отрабатывает на выход на стадион. Опережает она сейчас свою соперницу. Опережает Тюменскую область. Опережает соперницу из Москвы. Наталья Матвеева, прошу прощения. И 12-го номера Евгения Шаповалова из Ханты-Масийского нового округа. На первое место Юлия выходит. Выводит сборную Республики Коми. Будем смотреть, что сейчас дальше произойдет. Выход на стадион, конечно же, своя публика. Дома стены помогают. Хотя до этого было не очень. Не, вот было публике, точнее, стенам не публике, а именно им за такую помощь. И мы видим Непряева. Вот она выскакивает из-за спины. Опережает уже сейчас Татьяну Алешину. И вот здесь уже интересно. Наталья Непряева. И, походу, любой отрыв нипочем. И она уже устремляется. На четвертую позицию выходит спортсменка из Тверской области. Непряева против всех. Такой вот мой триллер. Сейчас смотрим. Да, просто как стоячек догоняет Наталья соперниц. И, в общем, не было никакого отрыва. И, в общем, я думаю, что если бы Наталья Непряева бежала бы одна командный спринт, то уже довольно-давно бы финишировала, пока остальные участницы бегут к финишу. Пока они выходят только на равнину, напрямую. Непряева бы уже давно-давно бы интервью после гонки давала. Но, к сожалению, для нее ей нужно еще с кем-то параллельно бежать. И вот она уже на второй позиции. Тут толкается она с Белоруковой. Спортсменки обе держались, чтобы не упасть. Даже у Юлии была более-менее выгодная точная ситуация. И вот Непряева опережает Белорукову. Вот не хватило отрыва-то. Хотя сейчас Белоруковой надо придержаться. Она из последних сил. Нет, не дает пока Юлию опередить себя. Не дает вот этого, вот этого сейчас наконец-то интрига будет. Вот здесь будет интрига. Финишная прямая выходит. Кто же, Белорукова или Непряева? Или может быть 12-й номер Евгения Шаповалова? Выходит Юлия Белорукова на первое место. За ней Непряева устраивается прямо в спину. Вряд ли на ее обгонит. И Белорукова бежит к первому месту. И дальше уже будет фотофиниш, скорее всего. Есть Шаповалова, есть Матвеева, есть Непряева. Юлия Белорукова золото у Республики Куйкоми. Есть второе место у Непряева. И 14-е, третье место Наталья Матвеева, мне показалось. И она подтверждает, что Москва становится третьей. Ну, Юлия Белорукова дотерпела, экономила на силы, подпустила Непряев к себе. Но на финишном подъеме не позволила себя опередить золото у Республики Куйкоми. Только серебро у Тверской области. И первое место у команды Куйкоми, второе у Тверской области. Третье место у первой команды Москвы. Ну, в общем, гонка просто получилась шедевральной, интересной. И вот Юлия Белорукова довольна на финише. Дотерпела она, отработала финальный подъем, не пустила Наталью Непряеву перед себя. Но тоже можно понять, у Натальи Непряеви силы-то не бесконечны. Тоже как бы не может она все на себе тащить. Вытащила серебро, и то довольно неплохо получилось. Ну, в общем, первая гонка на чемпионате с участием Непряеви, которую она не выиграла. Ну, и то, наверное, по причинам, независимым от нее. Все-таки тяжело было отыгрывать на каждом этапе отставания, который ей привозили. Но чуть-чуть чуда не случилось. Отвечая серебро.